С-300 ждут F-35 23 января 2019 года военно-промышленный курьер С-300 ждут F-35 ЗРК С-300 Источник изображения Defense.ru ПВО Сирии дрессирует израильскую аваицию За последние два месяца военно-воздушные силы Израиля наносят уже второй массированный удар по территории Сирии Жертвами стали несколько военнослужащих Израильскими силами был уничтожен один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» По словам военно-политического руководства еврейского государства Целью ударов стали позиции иранских формирований, их базы хранения оружия, штабы и пункты управления Сирия в прошлом году получила зенитные ракетные системы С-300, но Тель-Авив продолжает наносить удары Адамаск пока ни разу не задействовал трехсотки в отражении авианалетов Возникает вопрос, почему? Может, Израиль не боится С-300 и способен с ними справиться? На самом деле это не так Израильским военно-воздушным силам пришлось серьезно пересмотреть свою тактику против сирийских объектов Также произошла смена оружия ВВС Израиля почти не используют в налетах крылатые ракеты, хотя еще недавно ракеты Телайла Являлись основным средством поражения Так что же происходит в небе Сирии? Попробуем разобраться, насколько сирийская сторона готова к отражению израильских налетов Война вариантов самолеты ВВС Израиля не брезгует щитом из гражданских самолетов Противовоздушная оборона никогда не имеет преимущества перед противником ПВО защищает объекты, координаты которых хорошо известны Противостоящая сторона всегда может провести скоординированные авиаудары с нескольких направлений, менять наряд сил и средств, активно использовать средства радиоэлектронной борьбы Потому главная задача ПВО не допустит подобного сценария Нужно максимально перекрыть направление возможных ударов, в идеальном варианте оставив противнику максимум 1-2 Также нельзя давать противостоящей стороне задействовать большие ударные группы самолетов В таком случае вероятность уничтожения защищаемого объекта резко уменьшается Самое важное даже самые современные средства противовоздушной обороны не гарантируют стопроцентную защиту Их задача снизить ущерб от авиаударов до приемлемых значений Горка у границы последние два израильских удара прошли по одной схеме Налеты проводились несколькими группами истребителей F-16 и Суфа А основными авиационными средствами поражения ВВС Израиля стали бомбы семейства СДБ Small Diameter Bombs Группы действовали поочередно На предельно низкой высоте машины приближались к Ливану Войдя в воздушное пространство страны F-16 резко набирали высоту и производили сброс бомб После чего на максимальной скорости уходили в сторону Израиля Как только отрабатывала одна группа, ее меняла следующая Удар ВВС Израиля по сирийской территории Точка источник RG.RU Основными целями израильских налетов стали объекты в международном аэропорту Дамаска, а также несколько логистических баз Насколько эффективными оказались эти удары, до сих пор непонятно Израиль предъявил спутниковые фотографии уничтоженных построек Но нельзя точно сказать, что в них хранилось и были ли они целями, а не случайными строениями, попавшими под раздачу Еще одним важным нововведением Тель-Авива стало активное использование дронов-камикадзе, а не же барражирующие боеприпасы На вооружении армии обороны Израиля стоят несколько семейств таких изделий Их главная задача борьба с системами ПВО, для чего беспилотники оснащены средствами радиотехнической разведки Учитесь на отлично сразу после того, как Тель-Авив возобновил налеты, в средствах массовой информации А также среди экспертов стали появляться заявления, что ПВО Сирии не в состоянии защитить воздушное пространство страны Но так ли это на самом деле? Одна из основных диванных претензий к Дамаску Почему до сих пор не задействованы переданные России зенитные ракетные комплексы С-300? Ответ достаточно прост Подготовка расчета в Триксетах пока ведется и, судя по имеющейся информации, сирийское ПВО даже еще не проводило учебных стрельб Израиль предъявил фотографии уничтоженных построек, но нельзя точно сказать, были ли они целями 18 декабря Дамаск выпустил Извещение об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов Согласно документу до 18 апреля закрывается часть воздушного пространства Сирии Можно предположить, что в это время сирийские военные проведут зачетные стрельбы После этого дивизионы С-300 ПМ-2 заступят на боевое дежурство Между тем в ходе налета 27 декабря прошлого года ПВО Сирии уже активно использовала переданные России автоматизированные системы управления АСУ в режиме реального времени передавали воздушную обстановку на позиции боевых расчетов комплексов противовоздушной обороны Правда, не совсем понятно, какие радиолокационные средства давали эту информацию У ПВО Сирии нет достаточно современных и дальнобойных РЛС Концепция сменилась усиления ПВО Сирии и уже серьезно затруднила работу ВВС Израиля Еще недавно израильские истребители наносили удары почти по всей территории Сирии Помимо самолетов активно использовались штурмовые вертолеты Удары были зафиксированы даже на севере страны в районе Алипо При этом Израиль старался максимально обезопасить свои боевые машины Штаб ВВС разнообразил маршруты налетов Да, для прорывов в Сирию израильтяне преимущественно использовали ливанское воздушное пространство Но при этом Ф-16 и Ф-15 старались проникнуть на территорию Сирии и уже оттуда нанести удар Также активно отрабатывались направления со стороны Средиземного моря и Иорданской границы Ф-15 в ВВС Израиля Сейчас же ситуация радикально изменилась Израильтяне не покидают безопасное для них воздушное пространство Ливана Более того, при ударах самолеты ВВС Израиля не брезгуют щитом из гражданских самолетов Так, в ходе налета 27 декабря Ф-16 нанесли удар в тот момент, когда в гражданские аэропорты Дамаска и Бейрута заходили на посадку лайнеры Еще один достаточно интересный момент Ранее израильские пилоты в одном вылете наносили несколько ударов Отработав по одной цели, они уходили в район патрулирования Подождав некоторое время, истребители возвращались и либо в случае необходимости дорабатывали прежнюю цель Либо начинали работу по другому объекту Хороший пример тактики разнесенных по времени ударов инцидент с российским разведчиком Л-20Н На предоставленных Минобороны России записи ХРЛС хорошо видно, как Ф-16 и ушли в район ожидания, а затем вернулись Можно смело утверждать, что такая смена тактики связана с развертыванием в серии зенитных ракетных системы С-300 Тель-Авив стремится минимизировать риск обстрела своих истребителей дальнобойной системой Поэтому сразу после удара Ф-16 и Ф-15 уходят в воздушное пространство Израиля Под прикрытие батарей противоракетных комплексов АРО Примечательно, что Тель-Авив уже успел заявить Стрелы смогли сбить несколько сирийских зенитных ракет Хотя последнее утверждение надо воспринимать весьма скептически Еще недавно Израиль признал, что АРО Не смогли перехватить сирийские ракеты, а две запущенные израильские противоракеты отработали нештатно Следует обратить пристальное внимание и на профиль полета истребителей ВВС Израиля Приближение к Ливану на предельно малой высоте призвано не позволить своевременно обнаружить самолеты Выбрав такой полетный профиль, штаб ВВС Израиля исходил из того, что обманывать надо неустаревшие сирийские РЛС А гораздо более современные и опасные российские Также Тель-Авиву пришлось провести ревизию авиационных средств поражения В частности, в последних двух на летах уже не использовались крылатые ракеты Делайна Которые оказались слишком простой целью для сирийских БУК М2Э и Панцирьс В то же время бомбы семейства СДБ Куда более сложные объекты для уничтожения, которые нелегко обнаружить и трудно перехватить Но их минус по сравнению с Делайла Малая дальность применения Крылатая ракета поражает цели на расстоянии до 250 километров Тогда как у ГБУ-39 этот показатель не более 110 На ринг приглашаются С-300 и Ф-35 Новая тактика авиаударов и бомбы СДБ Лиши летели АВИ в главного преимущества Его самолеты уже не могут действовать с разных направлений А значит, многие районы Сирии для израильтян недоступны Поэтому-то авиаудары и идут только в направлении Дамаска Это прекрасно понимают сирийские военные И в районе столицы сконцентрированы достаточно мощные средства противовоздушной обороны Сирийцы подошли к организации ПВО весьма качественно На видео хорошо видно, что позиции БУК-М2 прикрыты ствольной артиллерией Это сделано для того, чтобы обезопасить дорогие и ценные комплексы от израильских дронов Камикадзе Правда, такая схема срабатывает не всегда Так, жертвой барражирующих боеприпасов стал сирийский ЗРПК «Панцирь» Правда, с гибелью комплекса, как говорится, не все так однозначно На видео, опубликованном Минобороны Израиля, хорошо видно, что панцирь отражает массированный налет Сколько было сбито БЛА, не совсем понятно, но явно жертвами ракет ЗРПК стали несколько дронов Камикадзе Можно предположить, что Израиль решил сменить приоритеты Теперь он старается уничтожить как можно больше современных сирийских комплексов ПВО Такое решение вполне логично с учетом того, как эффективно сирийские военные сбивают израильские авиационные средства поражения Большая воздушная война в небе Сирии уже приближается Израиль показал, что не отступят и все равно продолжат наносить авиаудары Не собирается сдаваться и Дамаск, и уже в скором времени на боевое дежурство заступят зенитные системы С-300 В свою очередь Телявих скорее всего попытается применить новейшие С-35 Так что самая интересная часть противостояния еще впереди Павел Иванов опубликован в газете «Военно-промышленный курьер» в выпуске номер 2 765 За 22 января 2019 года 22 января 2019 года Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер Материал размещен правообладателем в открытом доступе оригинал публикации